Приветствую всех, кто смотрит, это Кот. И это Атила Тоталуар, легендарный уровень сложности за Западную Римскую империю. Без поражений, без марионеток и без выклянчивания денег через дипломатия. В прошлой серии я опять напал нагунов, я собрал отличную армию для императора из канелуков состоящую, и нужно будет её немножко ещё поправить. Я так подумал, посидел, прикинул, где я буду эту армию использовать, и решил некоторые изменения сюда всё-таки внести. Гуны немного отступили, ну как, в большинстве своём я их, конечно, поубивал, но одна орда ещё есть, я не буду её, наверное, трогать, она вряд ли в одиночку сможет что-то сделать. Пятое место опять у гунов, то есть они ещё не респавнили свои стэки, видимо, на следующий ход это произойдёт, они повысятся опять. Аксум прибежал, и что-то от меня хочет, то есть он, в принципе, может пойти на любой из этих трёх городов. В принципе, если он пойдёт мимо Притония на Пталимаиду, я его ударю в тыл. Здесь, кстати, можно ещё поднанять копейщиков, нету, к сожалению, никаких наёмников с конями, но, в принципе, мне коней хватит. Острелов маловато, но, в принципе, сойдёт для сельской местности. Также что-то тут ещё Пальмира выскочила в пустыню и жжёт себе жопу бесплатно. Какие у нас вообще дела, в принципе, посмотрите на вот это вот количество голубых флажков. Это, знаете ли, Византия решила, что хватит это терпеть, и как бы у них такой сплошной фронт с сосанидами. Я так думаю, что сосанидам и их марионеткам сейчас придётся не сладко. Да, конечно, у сосанидов второй уровень, у Восточной Римской империи третий, да, у сосанидов 16 регионов, Восточной Римской империи девять. Но сосаниды ещё начали войну с Химьяром недавно, который я не вижу, где находится, но я так подозреваю, что он... Что он хрен знает где. Я не знаю, где он. Возможно, это вот эти вот две провинции, Химьяр, скорее всего, где он и должен быть. Вот, поэтому, наверное, сосаниды какую-то часть сил вынуждены будут туда отвезти. Плюс я уже тут на границах скоро появлюсь, поэтому вот такую вот силу, и мне кажется, что сосаниды не смогут прям опрокинуть сразу. То есть рубка будет знатная. Я же прикрываю Константинополь с севера, к тому же Византия вообще в принципе не воюет с гунами. То есть они воюют сейчас только с Византией и всякими восточными фракциями, их марионетками. Ну и не только, ещё и с Аксумом воюют. Вот, поэтому здесь всё весело. Рубка между ИИИ идет самостоятельная. Тут я пока не вижу гунов, но они, думаю, придут. Ход 2, они придут. Куда они денутся? 417-й ход. Осталось всего-то 3 года до того, как Атила возглавит орды. Я тут хожу, палю контору. Вот, ну ладно. В общем, суть в чём. Мне нужно потратить некое количество денег. Я не могу, правда, потратить все, потому что мне нужно 25 тысяч на следующий ход, чтобы вот эту технологию закрыть. Силы федератов. 25 штук. Соответственно, у меня должно быть 25 тысяч на следующий ход. И мне можно потратить, ну, чуть больше 10 тысяч. Вот, я в первую очередь, конечно, посмотрю, что там опять с этим порядком уродским. Лукдунская галя. Ну, здесь строится амфитеатр, строится сток. Амфитеатр сожрёт 20 пищи. Это будет нормально как раз. И закроются все проблемы с порядком. В Ливии у меня проблемы с едой через 5 ходов. Только пресс для оливок будет готов. Поэтому я, наверное, перестрою вот здесь стадо овец в стадо скота. Это всего 2 хода займёт. Ну, и будет немножко побольше. Вот, если сравнить, стадо овец даёт пищи 35, а стадо скота даёт пищи 50. Поэтому 15 пищи добавится, уже легче будет. Вот, ну, там уже достроим. Ну, и стадо скота ещё здесь строится. Также я заметил, что я неправильно здесь в оригелии поставил вот эту штуку. Потому что у меня тут началось загрязнение. У меня же здесь вот эта постройка только на столичный регион влияет. Поэтому мне нужно дождаться чего-нибудь из вот этих вот построек, когда расчистится место для построек. Я здесь поставлю баньку. Вот, поэтому придётся снести пока. Во Фризии уже готова для строительства библиотека. И здесь тоже, кстати, уже готова. Это 4 хода, да? Ну, наверное, на этот ход пофиг. В принципе, строим библиотеку и строим библиотеку. Вот, 8900. Ну, в принципе, ещё 1000 можно потратить, но не более того. Ну, в общем, наверное, больше ничего я строить не буду. Хотя у меня очень чешутся руки начать строительство комплекса вот этого пехоты. Но если я это сделаю, то, соответственно, всё. Больше не будет никаких денег на технологию. Всё, теперь, что я хотел сделать здесь. Здесь ситуация следующая. Я думаю, что вот этот анагр мне лишний здесь, потому что я смогу на следующий ход уже нанимать большие анагры. Это раз. Во-вторых, наверное, неправильно всё-таки первого уровня конницу здесь таскать с собой. Сюда бы чего-нибудь хорошего, но у меня этого хорошего ещё очень скоро не будет. Поэтому я забью вообще на ударников. Чёрт с ними. Я возьму лучше ещё два отряда второго уровня конных лучников гунов. Они, в принципе, в ближнем бою хорошие. То есть, чаржа, конечно, у них нету. Но если я зарублюсь с этими... со стрелками, то я думаю, что они в ближнем бою смогут их перебить. Тем более, что гуны так частенько делают, как вы помните. Поэтому пофиг на наёмных степных пикинёров. Я лучше возьму два отряда ещё вот этих ребят. Вот. Вот таким макаром, да. Но один отряд ещё где-то надо конелуков выцеганить. Так, не получается, да? Потому что мне сюда надо что-то положить. Так, давай вот так. И, по-моему, где-то у меня ещё конелуки есть. Где-то ещё они должны быть. Блин, что, нету, что ли? Жалко. Ну, вот можно, наверное, степных разбойников вот отсюда взять. Почему, наверное, степных разбойников? Потому что они имеют тоже вот это вот умение. Стремительное наступление. Плюс они уже второго уровня. Вот. Поэтому возьму их, наверное. Они прикольные. Ну, они мне нравятся очень. Реально. Они конелуков догоняют, если что. Поэтому я сейчас тогда иду прямо вот сюда. А, да. Я же ещё не сказал, где я буду использовать императора, да? Сейчас скажу. И делаем вот так. Вот. Ну, вот такая вот армия будет. Большинство конелуков... Подожди, я попутал. Я же анагра хотел. Точно. Чё я тут туплю-то? Всё правильно, значит, нафиг. Всё, будут конелуки, император на тяжёлой коннице и анагр. Вот. Значит, здесь я найму на следующий ход большой анагр. И подкачаю своих всех ребят на классные бы снаряды. Потому что сейчас только изготовление стрел первого уровня. А на следующий ход это будет уже стрелой второго уровня. То есть ещё больше боезапас будет. То есть у них сейчас неплохой боезапас 29, да? Будет вообще 30. То есть много будет стрел. Это очень хорошая армия будет. Вот. И что потом я буду делать? Да. И потом я это дело отправлю... И потом я это дело отправлю по морю. Вот по вот этому проходу. Здесь вот можно проплыть. Вот видите, вот так вот такой проплыв есть. Отправлю всё это дело на юг. Потому что здесь очень хорошие цели для них. Вот куча вот всяких копейщиков бестолковых там. Вот таких вот копейщиков из пустыни. Поэтому я думаю, что вот эти пустынные все царства. Вот эти вот Аксум. Тут может Пальмиру. Посмотрим, может быть, вот здесь Аксум, здесь Пальмиру. Я думаю, что императорам будет вообще классно забирать. Ну а потом, я думаю, что в две армии, то есть вот такая и императорская, в принципе... Ну или вот такая и императорская, смогут уже даже с Ассанидами побиться. Вот эту всю штуку я даже смогу проапгрейдить через два хода до старших корнутов. А они вообще лютые. Старшие корнуты, лютые ребята. Вот. У нас секс перений. Кстати говоря, из-за этого бага тупого, блин, у меня не сохранилось вот это вот изменение, которое... Просто потратился опыт. Он не опыт, а влияние потратилось, но на единичку нифига не выросло. Есть такая штука. Надо, короче, после того, как прошел ход, сработало дипломатическое действие, после этого надо еще сохранение какое-нибудь сделать. Типа там битву провести или еще что-нибудь такое. А иначе это все фигня не сохраняется. И вот такие вот косяки. Ну ладно, я уже ничего тут не сделаю, поэтому еще раз. Сейчас влияние все равно дофига, пофиг, поэтому нормально. Ну и никто не хочет у меня на кометов, я так понимаю. В смысле, кто-то, наверное, и хочет, но... Мне об этом неизвестно. Я просто вижу, что влияния не хватает у бомжей, а всем остальным сан не позволяет. Ок. А, да, я еще хотел посмотреть, какие у нас есть плюшки. Вот тут есть у кого-то перемещалочка, вот. Перемещение по карте компании. Я думаю, что эта штука очень пригодится императору, который сейчас поплывет. Поэтому я, наверное, заберу это дело. Стоимость содержания для наемников, подчиненные войска. Вот золотое кольцо отдам я Флавиус Телехону. А императору я отдам вместо волчьей шкуры непонятной. Все-таки перемещение по карте компании. Чтобы он еще быстрее двигался. Вот. Ну и на следующий ход, получается, я постою в салоне, да. Так будет быстрее всего, чем вот здесь вот пыркаться. И потом поплыву прямо отсюда. Кстати, вот можно еще вот таких простых копеечек, в смысле, конелучников взять вместо анагра. Ну, пускай анагр будет. Он тем более дальнобойный анагр. Очень хорошая тема. Он успеет гораздо больше раз выстрелить и больше урона нанести. К тому же я смогу только вот Флавиум захватывать и поселки, и города. Вполне. Конелучная армия и анагр вполне на это способны. По поводу дипломатии. Ничего особо тут не поменялось. А, знаете, что еще могу сделать? Блин. Если мне только денег хватит. Я могу... Я проверял это дело. Я могу из всех, из всех, из всех, кто со мной в более-менее хороших отношениях. Вот у Венедов есть тетка. 25-летняя на Евтропе. Вот это, ну, на дурачке. Он дурачок у него. Ну, как бы... У нее есть фертильный шанс повлияния детей 20%. И у него тоже там... Там что-то там явливый. Я не помню, как называется правильно. Этот... Перк. Можно, короче, 1000 рублей ему дать. Вот, умеренный шанс. Отвергли. Блин. Сколько я могу дать? Дай посчитаю. Точно. Ну, в принципе, это максимум, сколько я могу дать. 2800. Все остальное мне нужно на технологию. Отлично. Вот. Ну и получится как раз, что 25 тысяч у меня на следующий ход. Если, конечно, ничего не случится. И... Будет на технологию. Так, тетечка, вот она уже пришла. Ого, у нее влияние 179. Класс. В 25-то лет. Вот, у нее шанс повлияния детей плюс 20%. У этого Чепиндоса глупец, хитрость минус 1, зато верность есть. И у него есть красавец, вот. Авторитет плюс 1, шанс повлияния детей плюс 10%. Он, кстати, сейчас полководится до сих пор. Ну, даже не знаю, что ему дать. Общественный порядок это про... Ух ты, чисто любимый чиновник. Смотрите-ка, какая прикольная штука появилась у меня. Тегомосека дам. Чтоб за женой не это самое. Стоимость содержания наемных войск. Ну, давай. Я просто не уверен, что я буду долго его держать. Стоимость содержания для пехоты дальнего боя. Ну, давай. У него, конечно, там в армии... Те еще бомжи. Ну, пускай будет. Отлично. Теперь конец хода. Блин, это кто такой? Это у нас губернатор в Венетии, походу. Коррупция и стоимость строительства уже в норме. Ну, блин. Давай так. Ты у нас губернатором и будешь все время, да? Я так понимаю, да. К черту. Поехали. Магистр воинов закончился. Что у нас? Установить торговые отношения с этой фракцией. А, к сумме. А, блин. Веренность обеспечена. Вот, это я понимаю. Кстати, даже лучше, чем в прошлый раз, да? И 25 тысяч уходят на силы федератов. У меня, кстати, воинская сила 3. Численный свойск, все войска. То есть я не плюс 3 отряда сейчас могу производить в каждой провинции, а плюс 4 отряда. И силы федератов изобретаем. Это все мои деньги сразу ушли. Ничего страшного. Гуны, кстати, тут нарисовались. Вот с этой стороны. Собственно, где я их давненько поджидаю. Вопрос, куда ты, сволочь, собралась со своими лучниками-демонами 3 уровня? Передовыми отрядами. Ну, он, наверное, зариспился где-то здесь. Вот у него 2 уровня. Вот только раз, два всадники-демоны. Знатные степные катафракты. Дальше все, третий, 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 третий. А, и вот лучники конные, да? Понял. Сколько стоит его задержать? 400 монет. У меня столько есть. Это хорошо. 500 точнее практически. Пучная возможность. Ну, ты чмо. За что тебе только повышение давать? Хитрость. И авторитет. Так, ну-ка. В принципе, что тут сделаешь? Давай посмотрим. Ага, вот еще. Это какая-то бомжовская армия вообще. Видимо, какая-то старая. Или та, которую я разбил, он теперь ходит, наемников собирает. Сколько стоит изнурить? 400 монет. У меня столько есть. Нормально. Ну, на этом ходу что-то не везет мне, да? Салютейшнс. Согласен. Так. В принципе, мне на юге, конечно, тоже агенты нужны. Но здесь пока нужнее. Угу. Куда эта мразь может дойти? Ну, может до Луфурда дойти. Но Луфурд у меня, в принципе, целый. И тут армия есть. Неплохая, довольно-таки. В плане того, что здесь западная палатинская ауксилия, которая, я думаю, продержится. Также я могу еще сделать ход третьим легионом Аугуста. Куда он доходит? Вот досюда, да? В принципе, я и так достаю. То есть, если он нападет на Луфурд. Я и так достаю. Ну, он может вот до сюда же добежать. Засаду у меня даже такой армии не хочется его брать, если честно. Совсем. Я думаю, что ничего я не буду на этот ход предпринимать больше здесь. Давай посмотрим, что тут. А тут нет денег, чтобы нанять долбанный анагар. Потому что он тысячу стоит. Вот это я просчитался, конечно. И это задержка на целый ход, если честно. Блин, это плохо на самом деле. Ну, придется библиотеку отменять. К черту. Ничего страшного. Верну себе деньги. Да, я из салона буду выдвигаться. На следующий ход. Здесь я полностью забираю себе второго уровня изготовления стрел. Это у нас боеприпасы 31 даже. О! И беру себе большой анагар. Второго уровня тяжелая метательная машина. Полностью армия второго уровня. Так, ну и тысяча у меня осталось. В принципе, блин, некуда ее тратить, если честно. Эту тысячу. Потому что здесь все стоит, вон, по семь косарей. Можно здесь еще нанять один отряд. Вряд ли вот этот торгует смертью и нападет на Паритонию. Мне кажется, нет. Пришли еще вот армии. Все, вот видите, какие. Это просто вкусняшка для моего императора. Серьезно. 18 отрядов. Давай еще. Докомплектуем легион. На магистра воинов можно кого-нибудь поставить. Кто там не был ни разу, ты был. Квинт Мирула. А ты сейчас там, да? Не может этот бомж. Этот выше стоит. Этот не может. Ну да. Так, окей. Кто здесь? Луций Марцелл. Текст Перенея не может. Эти все на должностях стоят. Значит, только Руций Марцелл. Публий Феодосий уже стоит на комете. Ну и все. Собственно. Можно потратить немножко еще влияние у теток. Гаякана, например. Задобрить немного. Вот этой вот теткой, у которой дофига влияния. Она все равно умрет, надо ее тратить. Поэтому я его сейчас задобрю, а потом еще попробую поддержку собрать. А, кстати, есть у меня еще какие-нибудь тетки, которые тоже уже в возрасте. Марии 40 лет. Это еще норм. 24, 45, 25, 40, 53. Собирай поддержку, тетка. И все. Нет, торговлю даже ни с кем вообще вести не могу. Все заблокировано, как вы видите. Мирула это... В Британии у меня есть, оказывается, губернатор. Стоимость строительства в меньшем. Здесь можно будет потом еще амфитеатр поставить за 4 тысячи, а не за 5. Как обычно. Поехали дальше. Дар быстроты. Блин, у меня нет ни одной конюшни пока что еще. Да. Ну ладно. Во, контроль получил еще 6%. Должность получена, верность обеспечена. Шикарно. Все политические действия сработали. У меня умеренная власть. В принципе, меня это устраивает сейчас. Верность плюс 2. Это то, что мне надо. Налоговая ставка ровная. В принципе. Я не хочу на достойную власть идти. По крайней мере. Не понимаю, зачем. Ради налоговой ставки. Да плевать вообще. Так, что ты хочешь от меня? Подарил вам лучших жеребят своего. Как? Так, так, так. Отправить в армию. Давай отправить в армию. Потому что у меня просто тупо нету сейчас никаких конюшек. Какие стоила? Если у меня ни одного стоила нету. Есть. Все. Силы федератов готовы. 9 ходов по-прежнему риторика. Сейчас сразу, как только построится библиотека, надо полить контору. Как там все это будет? Что у меня с едой? 30 еды. Класс. Это построилось. У меня статус катая. Сразу так хорошо стало. Хм. Ладно. Да, это вкусные технологии, но я не хочу их по 9 ходов изобретать. Поэтому сейчас будем идти куда? Сейчас будем идти. Так, тут налоговая ставка. Здесь коррупция минус 1. Тут производство, которое у меня нет вообще. И стоимость строительства сельскохозяйственных построек. Хм. А тут опять налоговая ставка. Что, серьезно? А, это налоговая ставка. Это коррупция. Это налоговая ставка. Да, тут технологии очень мощные. Богатство от малых хозяйств. Ладно, я в любом случае буду закрывать сначала все дешевое, а потом уже буду идти туда. Но я хочу видеть, сколько технологий ставят. Значит, либо производственная. У меня все равно два варианта. Либо это, либо это. Правильно? Ну, давай торговый. У меня торговых больше. Плюс это полезные постройки дает, которые я буду делать действительно. Вот. Все, оператор готов. Очень хорошо. Значит, его отправляем... Блин. Где здесь? Вот сюда, да? Надо аккуратно отправить вот так. Быстрее давай. А, я, по-моему, боезапас для Большого Анагра не купил, да? Ну, уже, блин, поздно. Жаль. Затупил. Так. Ну, тут комплекс застрельщиков. 7000 равенские болитные элисти... Болитные элисти... Болитные элисти... Болитные элисти... Элитные элистиарии. Болитные элистиарии, я хотел сказать. Но мне важнее пока комплекс пехоты. Минус 1000, блин, обслуживание. Так, 6800, надо же. 6800, это значит, я могу где-то что-то как-то... Еще построить по стадиончикам. Если честно, то хочется уже по гражданке пойти, но еще 12 ходов, в принципе, терпит. То есть, пока я вот эти две технологии изобрету. Сейчас-то я точно не пойду, мы в библиотеки строятся. Это амфитеатр. Еще где-нибудь хотя бы пару построек хочется сделать. Например, в Долбанной Британии. У меня здесь 46 еды зимой. Поэтому можно построить. Санитария 4, общая. Нормально. Так, осталось 2800, которые мы потратим на агентов. Решил не нападать никуда, я его понимаю. Чем меньше я с этими идиотами дерусь, тем успех. Тем мне спокойнее и быстрее компания идет. Потому что, ну сколько с ними можно сражаться нахрен. Реально задолбают. Своими спавнивающимися стэками вечно. Вечно спавнивающимися стэками. Венеды здесь ходят. О, у них уже есть славяне с большими щитами. И даже ковка доспехов. Это неплохо. Второго уровня, ребята. В основном бомжи, конечно. Помехи, изнурение. Провал опять. Так, я хотел вообще-то колонизацию сделать. Ну, безопасно ли это, если честно? Не очень, наверное, да? Ну, лучше сейчас это делать, несмотря на то, что зима. О-о-о, карнутики. Да. Берем карнутов, конечно же. Чпоньк. Какие красавцы. Нет, блядь денег. А, какой я? Я не могу сейчас колонизацию делать. У меня же денег нет. О чем я? Просто Корнутов делаем Здесь, кстати говоря, отступил Аксун Куда-то сюда убежал Ага, тут всех не могу Это что? Переобучить, да Вот, ништяк Тоже считается второго уровня пехота Но они реально лучше, посмотрите Ближний бой, здоровье Боевой дух У них даже снаряды есть Брони, правда, столько же, если честно То есть лучше они танковать не будут Но у них есть еще ООО Эффективность щитов, шанс защиты от стрелков, боевой дух То есть, в принципе, по фронту Если вот эту неуклонность включить Они будут лучше гораздо танковать По фронту, по крайней мере От стрел Тоже плюс 10 То есть со способностью они лучше Чем западная по-латинской ауксилия Без способностей такие же Хочет ли кто-нибудь все-таки получить комета Из наших никто Публи Феодосий уже получил Гайкан на должности Секспирини ничего не может Что, кстати, странно Потому что он вроде крут Но ничего Я просто не хочу такой армии драться Правда, мне уже так скучно Такими армиями биться против копейщиков Я уже дождусь императора Здесь подожду Ничего страшного не случится Мне некуда, как говорится, спешить Как обычно кто-то у нас Из губернаторов, да, получает Навык о новых агентах Мне сейчас точно не надо Стоимость строительства Вот можно уменьшить Это полезная штука Ну, давай, придется это делать Все Поехали Следующий ход Очень быстро ходы проходят А что нет? Та-та-та-та-та-та-та-та Смотри, гуны идут на Макрионаполь Это нападение? Походу Да Неплохо Цельная армия Против двух Цельных армий Ну, практически Цельная это, если что, я шучу Так Это целая По-одесски Ну, наверное, не по-одесски Но, как в фильме говорили Много лучей, конечно Но, я думаю, у них не хватит боезапаса Расстрелять всю вот эту вот Бронированную У меня даже корнуты, кстати, появились Так, если что Эти, конечно, какие-то раздолбанные Почему? Потому что, видимо Они только добавились в гарнизон Поэтому они такие раздолбанные А че они только добавились в гарнизон Да хз В связи с технологией, наверное Странно Ну, окей Ну, долбанные гуны Так меня достали, если честно Бесконечные битвы С гунами Капец, где же всех расставлять-то Это же Этого еще византийского типа поселения Они гораздо легче обороняются Чем Мои поселения В общем, туточки будет стоять у меня Отряд Прощей, наверное У них вообще есть чем Убирать мою баррикаду Я так думаю, что Блин, я не посмотрел, если честно Есть у них или нет Тут, короче, такая тема Что они просто расстрелять их могут Поэтому здесь просто так Бесцельно их ставить Тоже нехорошо Ладненько, сейчас расставлюсь И там продолжим Ну, в общем, расставил С каким прицелом? Ну, так как Основная масса здесь у них То я сюда засунул пикинеров Всего тут по три отряда в проходе стоит Больше не вижу смысла особо ставить Мешать только друг другу будут Вот Ну и усталость Общее накапливание В первую очередь Из-за этого я не ставлю Больше трех отрядов Потому что лучше пускай они стоят подаль Свеженькие Не жаль, они будут все сразу сражаться И все уставать будут Ошметки Секунду Ошметки вот эти вот я поставил Чтобы они свои пилы мы выкинули По пробегающим отрядам Которые наверняка побегут К счастью сюда К счастью вот так вот побежит Потом их тоже в черепахи поставлю От лучников двух в резерв Одного в такой Как бы резерв первой линии Что ли у всех отключена стрельба Чтобы он встал на баррикаду Если что Если баррикаду сильно будут разрушать Я конечно отступлю Здесь у меня тоже три отряда стоит В этом проходе Вообще Самая опасность для меня представляют Конечно стрелки А остальное все Никогда в жизни не пройдет через Копейщиков Ну и конницу я отвожу Потому что ее просто расстреляют в какашку Я ее надо куда-нибудь Подальше Не знаю откуда подкрепа вражеская придет Удастся ли мне за Городом спрятать конницу Пока не видать Могут и отсюда прийти Тогда придется куда-то так бежать Да Не ставлю огненные Чтоб самому себе город не поджечь Места особо нету для лучников Поэтому я их в резерве поставил Я буду их на вот эти места ставить Отсюда стрелять не очень удобно Так что тут опять происходит Как у нас тут дела идут Лютый в принципе застрел с обоих сторон идет От башни ничего не осталось Лау ла блин толпой бегут Я понял так Где подмога их Пока вообще не видно нифига Не простыкать бы ее Здесь то же самое Все, вот эти вот корнуты выходят У них налетчик... А, вот они идут Ну отлично, значит у меня конец правильно стоит Просто чтобы стрелков лучше танковали Стреляйте Их расстреляют, конечно, нахрен Не очень удобная здесь, конечно, позиция Потому что... А, вот все пошли Сюда стреляй У тебя жесть какая-то с этими стрелами У них очень много целей, да, куда можно стрелять Поэтому распределяется так Давай-ка я Пожалуй Там уже все сгорело, поэтому поставлю Огненные Бегите, постреляйте Ну, полководец Че ты здесь делаешь Неплохо они пробивают черепаху, да? Очень неплохо Ну, это хорошо, что они сюда стреляют А не в оборонительную мою позицию непосредственно Ой Можно, в принципе, их заставить убежать, наверное Давай огненный Свистящий Давай огненный, огненный, огненный Так, побежали Многие побежали, да, уже Здесь кончились Снаряды, бегом сюда Тут не надо тебе огненный Так, стреляй Сейчас получим эффект огненного И перемещу опять сюда стрельбу Никак, что ли? Ладно, к черту Стреляй сюда Сюда свистящего Можешь добавить? О, ничего себе Да, неплохие тут потери, конечно Прощу, мы ее расстреляли, да? Понял Ну, им нечем Разрушать баррикаду здесь Черепашку Черепашку Сразу, как только я вышел из Черепахи Сразу начинается застрел Да? Затупили А здесь очень хорошо, конечно, сработала пика Даже не все умерли Хорош Я попробую огненным Лученькие демоны стоят Какое Неплохо расстрел идет У них, конечно, дичайшие потери Можно сейчас, в принципе, их конницы уже закрывать Давай Возьмем для начала Стрелковые У них не так много снарядов осталось Ну, в принципе, все Может быть, и раньше можно было уже По лучникам демонов еще отстреливают немного, да? Да, блин Он помещается Ну, то есть тех, кто убежал Нехрен убегать, потому что Сражаться, что ли, со мной будет? Интересно Ловим Блин, с лучниками-демонами лучше вдвоем сражаться, я так понял Что они какие-то лютые Уничтожен целый отряд Ну, вы че ждали? Вам не хухры-мухры Убивай Можно попробовать их еще немножко опрокинуть Забыл здесь черепаху поставить Сейчас спанем кого-нибудь Конину перестреливают моментально, видите? Не будем этих в бой водить, их тоже убьют нафиг Насколько сильно? Минус 6 Поиск Да, убили всех конин Тут бесполезно С такими вот ублюдками сражаться Но они все разбежались Все Ну все, догонять тут никого смысла нет Я просто не догоню никого Сейчас вот последние вот отстреливают Встретимся на глобале Тяжелая победа Их было намного меньше, но это были, блин Сами видели, какие войска Не хухры-мухры Походу я убил-то Полностью Один отряд только В этой первой армии Все остальные разбежались Мясом завалили, короче Че сделаешь? Причем у нас потерь больше, чем у врага Ну, город мы не отдали Полководец сдох Передовой отряд пикинеров И знатные степные катафракты А здесь О, здесь больше умерло Слушай Унигард, я не помню Чуть за отряд Сейчас посмотрим Унигард умер Передовой отряд пикинеров Ноккары Всадники-демоны Всадники-демоны Обычные Это второго уровня Отряды Чугунны еще будут Что-нибудь предпринимать На этот ход? Сейчас посмотрим еще Как восточная Римская империя Там работает Гуны здесь отвалили По зиме пошли О, это маванечка Которая меня грабила Сюда с этой стороны заходит Ну, здесь хребет стоит Борный Поэтому там есть Кому встречать Давай восточная Римская империя Покажи что-нибудь Покажи глаз Ну же Неа, ничего Пальмира хочет мир Я не хочу мир Мне не нужен с тобой мир Мне нужно захватить твои земли Так, да Стоимость найма Минус 25 Для конец и всей армии Да блин Тоже дерьмо Нехватка пищи в фраке Конечно Блин Когда там столько гунов Так Это все вкорнутов Блин Должен был плюс 4 же Ну Почему плюс 3 только? Ооо Паемников никаких нет Хорошо Я здесь поставил библиотеку? Я не помню Да, поставил Избыток населения в Паннонии Так, секундочку А, ну да Ну это как бы ладно Здесь не то, что мне прям надо было Комплекс застрельщиков Must have Срезка осадных машин Дает еще больше боеприпасов 7000 Строится 5 ходов Тоже Таешкин, матрешкин Сколько же это все стоит Денег Времени Управительная логистика Вот сюда надо идти Чтобы поставить Максимальные доспехи Да, себе Еще у меня рост нужен 7 ходов Чтобы поставить еще оружие Блин, я так долго буду Очень ждать на самом деле Вот этой вот штуки Давай еще рост увеличим Есть у меня пищи 50 Построится вот эта штука Будет пищи на 30 меньше То есть 20 останется Да, пищи И получается я 20 могу Вот отсюда взять Загрязнение не дает Не дает Есть Так Гентарат Увеличим Эта штука Она кстати дает гарнизон Два старших Геркуляна То есть гентарат И без сторожки будет С неплохим гарнизон О, ковка доспехов Уже сразу Так 2500 Че там наши Аксумсы Видите как выстроились тут Забавненько Не решаются Значит напасть Давай я императора Веду Быстрее ты Господи Отличный такой Гуннский легион Че у нас тут Знатные Роцикские налетчики Степные катафракты Пикинеры Это все второго уровня Вот Че я тут убил тогда Передавая отряд пикинеров Я два отряда грохнул Да И ноккоров я грохнул То есть я третьего уровня Пару отрядов убил Круто Хорошо Никого не видать Надо задерживать Всю эту шалупонь Провал Задерживать И Троллить Да блин Хоть какой-нибудь Будет сегодня успех Твою мать Походу нет У них есть конечно Некоторые потери От Ну от холода Но это такое Слабенькое Слабенькие потери Есть Ну армия У меня конечно Гораздо лучше Стали Спору нет Еще здесь Можно кстати Улучшить тоже Да Парочку хотя бы Вот Подходите Как говорится Императору Сколько еще плыть Вот Блядь Как-то вот так вот Надо плыть Аккуратно Аккуратно Ну по сути Ход И он в Пталемаиде Да Наверное Не знаю Может быть два Если тут Мне придется Плутать По Правильным этим В принципе Можно и плевать Как бы Да То есть Проплыл Там я не думаю Что будут прям Супер потери Здесь совсем чуть-чуть И восстановится Он в Пталемаиде Сейчас глянем Кто-нибудь может Не может На коме-то Никто Нужно мне еще Власть поднять Или нет Не знаю В принципе Можно Почему нет Я думаю Что я До достойной Не дорасту Все равно Но рисковать Не буду Чтобы два раза Это не делать А то сейчас Она как прыгнет Я не хочу Чтобы у меня была достойная Хочу чтобы умеренная была И чтобы я мог Контроль тратить Ну в случае необходимости Чтобы у меня было Достаточно контроля А не только господство Поехали дальше Еще один Магистр воинов Слетел Это всегда Минус деньги Да Хиларий Магистр армии Не получилось Контроль Минус 4 Видите У нее уже 45 Влияние Наверное Трогать ее Не буду пока Давай вот эта структа У нас попробует Контроля поднять Ей 54 года Собрать поддержку 26 45 В принципе Давай Здесь уже На краешке Мы поэтому Норм На магистр воинов Кто хочет Признавайтесь Вот этот Кометский чел Кто-нибудь постарше Не хочет На магистр воинов Хиларий Например Хиларий Вообще На магистр армии Не хочет Давай Структ губернатор 7 верностей На Гайкан У меня О На магистр воинов Отлично Ну и кометы Как всегда Не удел Пока что Ну и все С политикой Короче Пока Так что у нас Византия Ничего Они тут Что-то ходят Взад-назад Пока Особых Боевых действий Нету По карте Если посмотреть То Они ничего Нового Не колонизировали Здесь как Тусили Так Тусят Ладно Император Мой Хорош Сразу Вот сюда Прекрасненько Вверх Вверх порядок Кроме Фракии Потому что Здесь Тусят Долбаные Гуны Здесь Минус 8 Нужен Мне Кометарский Легион Не срался Вообще Кометарский Легион А потом Еще один Сагитарий Появляется То есть Мне Абсолютно Не нужны Карнизонная Хрень Можно добавить Баньку Можно добавить Загоны Для скота Еще Потому что Здесь Пищи Жуткое Дело Из Загунов Атаковать Их Мне Вообще Не Хочется Если Честно Лучников Нанимать Да Лучше Двухкарнут Взять Куда Полезней Так Они Начинают Объединяться Из-за Того Что У меня Не Получилось Этих Сволочей Задержать Ладно Ты Короче Иди Обратно Потому что Надо Знать Что Там Подходит Это Ты Сука Не Дотягиваюсь Армия Второго Третьего Уровня Армия Стелехончик Тут Сидит Кстати Говоря Тащ Стелехон Наверное Пора Уже Избавляться От Этих Непонятных Наемников Потому что Они Против Гунов Ну Вообще Не Эффективны Да Вот Так У меня 14000 Что там Что там Наша Секвания Ничего Пока Здесь Технология Нужна Еще А здесь Тоже Технология Нужна Блин Так а что Я не посмотрел Мне всего Нужна Эта Технология Несчастная Понятно Ладно Хорошо Тогда В секвании Продолжаем Строить Городки Здесь Клоака Стоит Здесь Санитарии Жопа Ешь Нет Санитария Единичка Как ни Странно Видите Это потому Что Литейно Очень Много Загрязнения Да Ест Тогда Получается Я не могу Здесь Поставить Эту Штуку Потому Что У меня Пищи Просто Нет На Нее Просто Тупо Нет Пищи У меня Вся Пища Съестся Вот Этим Городком Это 20 И Все Получается Что Мне Нужно А что Мне Нужно Ничего Я Ничего Сделать Не смогу Чтобы Санитарию Поднять Я Могу Сюда Только Засунуть Губернатора И Чисто Любивого Чиновника Ему Дать Но Он Падло Помрет Чего Доброго Здесь Санитарии Получше Но Все Равно Потом Когда У меня Вот Эти Ячейки Наполнятся Я смогу Тогда Клоаку Переделать В Сете Кведуков И Добавить Санитарии Плюс 16 Во всех То есть Еще Десятка Добавится Сюда Сюда И Тогда Можно Будет Уже Но Не Раньше То есть Сейчас Все К сожалению Насколько Здесь У меня Санитарии 10 То есть Я могу Вот здесь Город На самом Деле Улучшить Только Это 40 Пищи Надо Которые У меня Нет То есть Короче Ничего Не Могу Все Предел Предел Теперь Только Ждать Остается Ну Первая Конечно Буду Блин Я не знаю Я не знаю Че Первое Лучше Делать Вот Эту Конитель Или Все Таки Конину Все Таки Конину Я Вот Здесь Поставлю Вот До Сюда У меня Вообще Нет Коней Своего Производства Только Наемники Всякие А там Уже Будем Дальше Расти 14000 И Надо Где Нибудь Поставить Какой Нибудь Стадион Что Ли Или Может Быть Все Таки Колонизацией Заняться Опасно Колонизацией Заниматься Когда Вот Здесь Гунны Кругом Это Капец Или Вот Здесь Колонизацией Заниматься Когда Тут Гунны Это Это Забудьте Можно Конечно Сюда Идти Я Не хочу Еще С Этими Ребятами Проблем Иметь Кстати У меня Отношения С Ними Как Улучшаются Поэтому К сожалению Здесь Ничего Делать Не Буду Колонизировать Пока В Германии Я Теоретически Могу Конечно Поставить Налог Это Даст Мне 400 Монет Нормально Тут Две Еды Есть Да Плюс 4 Порядка Так Еды У меня Мало Построить Какую То Еду Я Не Могу К Сожалению Потому Что Сразу Загрязнение На минус Пойдет То есть В принципе Я могу Здесь Просто Взять Банально Ставить Город Колонии Убрать Опять Налог И просто Развивать Колонии Чтобы у меня Рост Шел И тогда Как бы Лучше Будет Да Пожалуй Мне Придется Лучше Так Сделать Я Быстрее Германию Тогда Отстрою Поэтому Я Убираю Налог Вообще Насрать На него И В первую Очередь Конечно Вот Здесь Ставлю Где Санитарии Много А Ну Здесь Как бы Санитарию Не едят Города Поэтому Просто Германию Начинаю Застраивать Потом Поставим Еще Какую Нибудь Санитарию Вот Здесь И Тогда Пойдет Бодрее И С едой И Со Вся Остальной Фигней Так Герциния Здесь Как бы Тоже Не весело Да Потому Что Здесь Я Только Ухожу Сразу В минус Порядок Уходит Военно Присутствует 26 Поэтому Здесь Вынужден Скрипторий Ставить Наверное Я Но Я Не могу Это Сделать Из-за Того Что Он 30 Еды Стоит А У У меня Всего 10 Поэтому Я Вынужден Ставить Блин 50 Запасов Это Круто Конечно Проникновение Наверное Или Все Таки Порядок Единички Порядок Это Такое Поэтому Давай Проникновение Вот Я Все Никак Не Вернусь К Моей Идея Голбаного Чемпионата По футболу Как мне в комментариях Написали Мне нужно Ставить Стадионы Они конечно Строятся Но Не в тех Объемах Которые мне Нужны Мне еще Штук 10 Надо где-то Поставить Примерно Я считал Тут все Ровно Император Походил Феодосий Губернатор Где-то Наргонской Галли Что ли Да Коррупцию Уменьшаем Поехали Венеды Ходят в военный союз Давай Давай Почему нет Буду тебя натравливать На кого-нибудь Убьешься Правда Пальмира Задолбала Отстаньте От меня Небрачный Ребенок Гемел Помпилия Агорьевация Ну если Помпилия Так конечно Можно Отоварить Так Новое задание Создать флот Да подождите Так Должность Есть Должность Есть Контроль Есть Контроль Есть Ой Немного Линей Как раз Как я хотел Ну вот Значит Гунны Пытаются Просочиться Будем их Убивать Но Это Это Уже Сделано В следующей серии Поэтому Всем Спасибо Кто Смотрел Это Был Кот Это Атила Тоталвар Легендарный Уровень Сложностей За Западную Римскую Империю Без Поражения Без Марионеток И без Выклянчивания Денег У Пехота Через Дипломатию Всем Пока Подписка Все дела Продолжение следует